уважаемые студенты школы блогера всем гигантский приветик меня зовут вера штукенция и сегодня давайте поговорим про трейлер каналу как же снять трейлер каналу есть несколько подходов сегодня я смотрю самые популярные подходы которые используют блогеры по всему миру и поехали первый такой популярный способ это взять ваши видео например за последний год и сделать из них такую монтажную нарезку ставить какие-то самые прикольные кусочки из этих видео и у вас получается такой трейлер состоящий из того что с вами уже происходило почему этот способ хороший потому что во первых это очень динамично вы можете вставлять буквально по несколько секунд ваших видео самые какие-то яркие моменты где вы там делаете что не такое crazy полностью да смешное веселое вот но и также этот трейлер он в принципе достаточно просто делается вы просто берете свои видео старые да если вы их удалили с компьютера вы их скачиваете вы помните у нас был урок как скачивать видео с ютюба можете пересмотреть если забыли ну вот это очень просто то есть вы буквально скачиваете там крутые видео делать из них нарезку и получился трейлер вот и все минус этого способа в том что это видео получается у него нет скорее всего сюжета то есть это просто просто нарезка из смешных кусочков и новый зритель но он увидит что вы там и то и то и то делали но он не получит какого-то живого общения и он не узнает на самом деле кто же все-таки такой и что здесь происходит поэтому есть другой способ это способ специально записать трейлер канал как отдельное видео продумать какой-то сценарий продумать что вы будете рассказывать написать речь выучить ее например да или написать какой-то сценарий для событийного видео скетча и прочее то есть вы отдельно снимаете видео это почему этот способ хороший потому что в этот способ вы можете вложить какую-то свою творческую энергию вы можете сделать его логичным это видео мне может быть начало завязка какое-то там событие экшен развязки какие-то выводы вы можете сделать призыв лицом да просто сказать подписывайтесь на мой канал я тут делаю такие-то видео в общем это более персональный способ люди лучше воспринимают информацию когда с ними говорит человек чем когда просто мелькают какие-то кусочки видео даже если эти кусочки очень даже яркие прикольные почему этот способ не очень хороший потому что чаще всего режиссерские навыки у начинающих авторов не слишком сильно развиты и они могут либо затянуть это видео либо сделать его каким-то слишком сумбурным что человек просто не поймет что к чему и так и не поймет надо ему подписаться на наш канал или нет есть третий способ это смешанный способ когда вы с одной стороны берете нарезку ваших уже старых видео а с другой стороны вы снимаете какие-то кусочки которые вы вставляете в эту нарезку и у вас получается например всем привет меня зовут вера штукенция бамс 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 нарезка 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 и вы такие хелло это мой канал на этом канале я снимаю какие-то видео бамс 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 нарезка и потом вы такой круто что вы зашли на мой канал подписывайтесь потому что я выпускаю видео два раза в неделю по вторникам и субботу вот но и в принципе все то есть вы объединяете нарезку из ваших видео каких-то крутых моментов с текстом и этот способ на мой взгляд самый лучший потому что с одной стороны вы какую-то информацию доносите вы общаетесь с тем кто смотрит на вас а с другой стороны видео получается динамичное и интересное что ж друзья спасибо за внимание и да не забудьте что трейлер это короткое видео желательно чтобы он был минуту или максимум две удачи вам если вы вдруг сделали трейлер к каналу уже после после просмотра этого видео напишите мне в комментариях об этом я зайду обязательно посмотрю до скорых встреч всем по вкусике